Всем привет! Сегодня мы поговорим немножко о менталитете турок, о их поведении. О чем бы я на вашем месте задумалась, да, если вы выступаете в отношениях, или у вас семейные какие-то отношения с турком начинаются, такая история, серьезные отношения, когда вы говорите о переезде, о жизни, о браке или начали уже такие отношения семейные. Я хочу отметить такое качество у турок, об этом я уже и раньше говорила, и, наверное, другие блогеры и так далее, что турки, когда находятся за границей, они с другим турком в какой-то такой ситуации всегда помогут. Они, я не знаю, если на улице где-то в другой стране будут драться, кто-то услышит турок, что там турок с кем-то, он побежит, неважно, разбирается, кто прав, кто виноват, он будет помогать турку. Они также, конечно, друг друга и обманывают, без хитрых людей нигде, но вот это именно в тяжелой ситуации, где-то за границей, на чужбине, помощь друг другу, конечно, честно скажу, обидно, но у турок это чуть больше выражено, чем у нас, это очень замечается, они стараются, как минимум, у них это воспитание такое, помогать своим. И я заметила такой момент, что даже если в семье не любят невестку, невестка иностранка, или она может быть турчанкой, тоже там недолюбливают, не только там, например, могут быть проблемы с невесткой иностранкой, турок такие же проблемы, как у вас, у нас там и так далее. Но если даже в семье не очень отношения с невесткой, если у нее не любят свекровь, свекоры, просто какие-то родственники, или часто, знаете, очень бывает, когда в семье очень тесные связи, например, родители приняли невестку, а брат или сестра родную избранника нет, у них ревность, или ревность за брата. Или если брат, например, финансово содержит, помогает своей старшей разведенной сестре с ребенком, оставшейся, да, у сестры ревность за деньги, да, братик-то мне помогает, мне так сейчас хорошо, удобно, появится у него жена, начнутся, ей деньги как бы в семью, да, его пойдут. Такие тоже часто истории я очень слышу, ну, такие нюансы. Ну, в общем, бывает, что в семье кто-то к невестке не очень хорошо может относиться. Я не клейму, что это с иностранками происходит, с турчанками то же самое, просто, в принципе, ситуация семейная турецкая. Так вот, я к чему, что несмотря на то, что внутри семьи может быть конфликт внутренний, какое-то непринятие, неприятие, отторжение и так далее, очень много примеров, когда те же самые родственники, которые в семье с пришедшей, янге, как называется, да, невесткой, не дружат, но оскорблять кому-то другому ее, обижать людям извне их семьи не позволяют. Если какой-то конфликт у нее с кем-то, там, с соседями, я не знаю, там, еще где-то, с какими-то людьми другими, они не позволят, они пойдут защищать. Или произойдет какое-то горе. Возможно, у них плохие отношения, но она там, например, родила ребенка, помочь ей некому, свекровь пойдет ей после родов помогать. Она приедет ей, скажем так, помогать, готовить за ребенка, какую-то, если даже не к ребенку, но какую-то помощь предложат для того, чтобы там по дому убирать, мыть пол, там, еду, короче, помогать приедет, да. Это и тетушки, и двоюродные, и троюродные всякие сестры, и свекровь сама. То есть, если тяжелая ситуация, конфликтный момент с кем-то другим, не с членами семьи, да, если ситуация физически, там, я не знаю, болеет человек серьезно или еще что-то, несмотря на свои какие-то расприя, они очень часто приходят на помощь. Есть, конечно, случаи, когда вот упрямый, упертый, я вам рассказывала, по многу лет спорят, не разговаривают между собой члены семьи, это другая история, но есть такие, которые вот свое, не то, что когда они не разговаривают, вообще полный бойкот, да, у них бывает, когда они общаются сквозь зубы, или когда друг друга недолюбливают, какие-то фразочки под колу, но продолжается у них общение в семье. Вот такие люди очень часто здесь, в Турции, они заткнут вот эту проблему, свой язык себе в одно место на вот этот период времени помощи, когда тяжелая какая-то ситуация. Это очень часто здесь встречается, и я вот на моем, как бы, опыте здесь, я знаю пару-тройку девчонок, которые рассказывают, что у меня свекрови не то, чтобы прям конфликт был, ну, не очень, мы холодно общались, ну, особо так, короче, в общем, не задалось у нас, не супер теплые радужные отношения, как бы я, например, хотела, или мечтала, да, или как бы свекровь тоже хотела. Но когда, например, я родила, или вот у меня есть знакомая, которая родила очень тяжело с последствиями, с ее здоровьем, она не могла нормально за ребенком первое время ухаживать, ко мне пришла на помощь свекровь. И ты не поверишь, говорит, мы, конечно, лучшими подругами не стали, в десна там целоваться не стали, но она мне так по-бабски, по-женски помогла, она мне подставила плечо. И она вот вообще, говорит, сколько она у меня жила, она у девочки жила полгода, она, говорит, ни слова мне кривого, ни разу не сказала, она старалась быть незаметной, реально помогать. Она реально, говорит, там не ложилась спать, когда надо там с ребенком, что-то кого-то, говорит, прям, я, говорит, не скажу, что она, я и дочерью там родной, любимой стала, но по-человечески, говорит, она мне реально помогла очень сильно. Я, говорит, вот как бы у нас потом, когда свекровь уже уехала, у них продолжился их конфликт, недовольства там какие-то, своей, в общем, неважно, она говорит, но за вот этот период, как она мне помогла, и со временем я понимаю, чего, говорит, ей это стоило, да, заткнуть свое, я куда-то там промолчать, и, говорит, я ей так по-женски благодарна, и она всегда говорит, какие бы у меня с ней плохие отношения не были, как бы она там что-то мы не срались и всяко-всяко-всяко, она говорит, я знаю всегда, говорит, что у меня, говорит, свекровь знает, что я ей сказала, если тебя что-то будет со здоровьем, если ты там заболеешь, не дай бог, там при смерти будешь лежать и так далее, ты мать моего мужа, ты все равно и приняла участие в рождении, там моих детей не было бы мужа, не было бы меня детей с ним, я тебе все равно всегда приду на помощь, стакан воды я тебе подам. Несмотря на это, вот этот их перманентный свой внутренний конфликт там все равно идет, и это у них очень часто здесь встречается такое, именно на тяжелую, на стрессовую ситуацию, на какой-то прям момент несправедливости, они закрывают свою, они могут это сделать. Есть, конечно, гордые, которые никогда так не поступят, а есть наоборот. Таких вот, кто в тяжелый момент все-таки поможет, даже человек, которому, например, не любит или враждует, таких гораздо, конечно, больше встречается. Но есть, конечно, и принципиальные люди, нигде, скажем так, без таких не бывает, что ты поделаешь. Еще хочу отметить, что очень часто, казалось бы, очень интересный момент не могут об этом сейчас написать. Например, у них в семье с невесткой конфликт какой-то, не говорю, опять иностранка может быть турчанка на месте невестки, но свекровь, например, рассказывает сплетни своим подружкам на алтангеню и так далее, или там родственницам, тетушкам, кузинам и так далее, и скажешь, как к своему кругу общения, какие-то а-ля там сплетни про нее, про свою невестку. Ну, нелестно, а не отзывается, и называет какие-то нехорошие моменты, типа сплетнища, которые, по сути, из культурных соображений надо было промолчать, и людям не вытрепывать. Но это такой момент, это от воспитания и мозгов зависит, у мудрости женщины, не у всех это все есть, конечно. И, например, чисто там а-ля я пришла там утром в гости, а она отправила внуков в садик, в школу, а сама спать легла, я и пришла, она мне даже кофе не сделала, вы представляете, типа я вот, типа а-ля там дверную ручку поцеловала, ну, там не открыли, гости не пригласили, я спросила, где внуки, а меня даже на порог не попросили, и дверь мне закрыла, вот она сказала, и она вот это вот всем рассказывает, да, родственникам, там, по сути, позори вот этой ситуации, свою невестку некрасиво отзываясь, можно было бы промолчать, но не все так делают. И вот когда, казалось бы, вот так вот порочить могут, сплетничать, но когда, если это будет ситуация, когда ее невестку тут же кто-то другой, не член семьи, открытый какой-то конфликт, там, не знаю, подерется условно она с соседкой, там, еще что-то такое произойдет, обманут ее в магазине, не знаю, там, еще что-то, и свекровь такая, может пойти спокойно, да, ее защищать, помогать ей, несмотря на то, что сама она к ней вот так может некрасиво что-то за спиной делает, как-то относится. Такие моменты я очень тоже часто встречаю. Но у нас это принято называть двуличие, да, у них это в культуре есть, воспитание их, а-ля вот это, на наш взгляд, двуличность. Но у них это показания хорошей стороны, да, делать скидку на что-то плохое, показаться хорошим, произвести впечатление, я это больше называю. Из этого и вытекает эта двуличность, на самом деле за этим стоит произведение какого-либо впечатления на людей, хорошего, положительного. Потом уже люди узнают, что не все так хорошо, не все так гладко, не такому, что хороший быть человек. Но главное произвести в первое положительное впечатление, чтобы тебе хорошо думали. И это здесь, конечно, с молоком матери воспитывается. Так что я хочу к чему привести этот сегодня мой рассказ, эту заметку, скажем так, свою, к тому, что девочки, кто замужем или встречается с турком, если у вас какой-то перманентный конфликт с его семьей, и если эти члены семьи вас не защищают в конфликтных каких-то проблемных ситуациях с другими людьми, не членами семьи, вам повод задуматься. Может кто-то скажет, ой, да это нормально, у них же плохие отношения, чубы, они должны были ее защищать. Поверьте, здесь в нормальной более-менее семье, даже если не понравится невестка Инге, то ее пойду защищать. Даже если с ней плохие отношения, даже если она там поругалась какой-то соседкой, та ее прям грязью поливает, где свекровь эта перешагнет и пойдет за нее заступаться, или какой-то родственник, свекру или еще кто-то. Здесь просто принято, как вот говорят, своих не бросают. Та история. Если ваш муж, его близкие родственники за вас перед другими людьми не заступаются, ну это повод задуматься. Я очень хочу отметить, что это очень важный момент. Как бы у вас с ними плохо не было, но вот это защитить с другими лицами каким-то конфликт, это очень важно. Потому что вот этот перманентный легкий конфликт внутри отношений, он может закончиться, его можно пережить. Очень часто люди с этим расстаются, заканчивается этот конфликт, находят они с точки соприкосновения какую-то форму своего общения, когда рождаются дети или притеры, время какое-то прошло. Все равно это все на нет потом сходит, нормально люди в итоге. Не суперлюбовь, да, но нормально общаются, по-человечески. А вот если они не пойдут за вас заступаться перед другими лицами, я бы, блин, на это обратила огромное внимание, это очень важно. Может быть, вы подумаете, это бред, но здесь вот в Турции такое есть. Могут заткнуть себя, свои какие-то взгляды, убеждения, но за человека, которого даже мне нравится пойти все-таки заступаться, имейте это в виду. Пишите комментарии, встречались ли вы с этим явлением, было ли, может быть, это такое в вашей жизни. И вообще пишите мне на почту, я всегда оставляю свою почту в инфобоксе под видео. Пишите ваши письма с историями для канала, чтобы я их опубликовала. Либо пишите мне вопросы какие-то, задавайте, или записывайтесь на персональную консультацию ко мне как к психологу. Спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok